Где-то, где-то, где-то Тяжеленький Добро пожаловать на фотосессию Зайка Ребят, ну что, в очередной раз всем привет В этот раз я ловил в затопленном лесу Ну, собственно, предлагаю высказать для вас свои мысли Что-то обсудим, поделюсь какой-то информацией Ну, собственно, классический, наверное, ролик Так, судачок Филограмма 2,5-3 Трешник И под 3 Вот такой Жиголовка Конечно, никаких тройников Потому что затопленный лес Приманка 6,9 Ну, наверное, стоит начать с того, что такое затопленный лес Безусловно, я попозже покажу в приборы, как он выглядит И что он из себя представляет Но это именно лес То есть, это не коряги, которые валяются Это не деревья, которые валяются Это деревья, которые именно стоят То есть, некоторые из них прям полноценно деревья-деревья А большинство Это то ли елки, то ли сосны И от них остались одни столбы Диаметр там 5 сантиметров 10, 15, 20, 25 Ну, короче, разные Но это все такие столбы Опять же, покажу в приборы Я думаю, будет как бы, ну, все наглядно и понятно Несмотря на то, что Высоко деревья возвышаются В них оказалось достаточно просто эффективно ловить Вот, собственно, примерно О такой лесополосе под водой и поговорим Давай, 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 держи Тешим, 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 тешим Коряшки, коряшки Кто ты? Щука, судак? Судак Повезло, успел из кустов вытащить За 3 килограмма, 3,5-4 Самое главное, вытащить из кустов И потом как-то уже поверх тащить Тихо, 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 тихо Зайка Темный фанкишет 6,9 Сейчас, сейчас газонят Надо было подкинуть Если он бодренький Сразу уходит на ту глубину С которой он Ну, был вытащен Там, 6-7 метров То, ну, нет никакого смысла Мне кажется, спускать По крайней мере, я постоянно по паноптиксу наблюдаю Что уходит И там прячется в корягах Около дна То есть давление на той же глубине У него остается тоже, которое и было Деревья, которые раскидистые В них ловить безумно сложно Потому что, ну, у них есть ствол У них есть какие-то ветки Расходящиеся в разные стороны И туда мы опустить приманку Можем только на овсетном крючке Ну, либо это поролонка Либо силикон на овсетном крючке Либо поролонка на овсетном крючке Либо поролонка с прижатым двойником То есть мы ловим в кроне Мы ловим где-то там у нас приманка прыгает И где-то там клюет рыба И дальше силовым вываживанием Там вытащили, не вытащили Такой лес здесь тоже встречался И на самом деле в таком лесу Тоже, безусловно, ловить реально Но в большей степени я бы хотел рассказать Про лес, который вот именно эти столбы То есть в охолоте на самом деле Это выглядит очень страшно А кажется, как будто прям столбы, 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 столбы У тебя весь экран в столбах Но на самом деле они стоят достаточно разряженно То есть между ними там Между некоторыми сантиметров 20-30 Между другими там полметра, метр То есть, ну это достаточно приличная дистанция Но когда они все попадают в луч Например, того же Panoptics Или ты в боковики смотришь Тебе кажется, что там прям понатыкано Очень-очень-очень плотно И твоя приманка там не пройдет На самом деле там приманка проходит И проходит в принципе, ну в кавычках, на ура Только нужно учитывать некоторые факторы Да? Приманка должна быть над же головкой У нее должен быть один крючок Который направлен строго вверх И самое главное, не подсекать коряги То есть, если у нас какой-то контакт с корягами Мы оп! И так аккуратненько пытаемся натянуть Натянули, если не получилось передернуть И соскочило, чтобы с дерева То, как правило, я сразу открываю дужку Таким отстреливающим движением То есть, ты немножко натягиваешь плетенку И такой Делаешь опять Оттягиваешь Такой Ну, в ряде случаев помогает Примерно там 20-30% всех ситуаций Такой способ помогает Если не помогает И приманку очень жалко Можно оплыть Ну, правда, попытаться не замотать Вот так вот леской за дерево Можно проплыть Ну, соответственно, по прямой на это дерево И сдернуть в обратную сторону Как правило, вот это сдергивание в обратную сторону Оно работает в 60-70% случаев Поэтому есть основные правила базовые Которые позволяют эффективно ловить рыбу Даже среди такого леса То есть не подсекаем коряги Не опускаем примерно ниже середины горизонта То есть если у тебя общий столб воды 9 или 10 метров То тебя интересует рыба, которая в верхнем слое То есть условно 5 метров от поверхности Она как правило и более активна И меньшее количество деревьев достает до поверхности До поверхности, до приповерхностного слоя Поэтому гораздо сложнее нашу приманку оторвать Там они более разряженные И проще вытаскивать рыбу после того, как она клюнула То есть если я вижу рыбу в нижнем слое воды Я в нее не кидаю Я могу подождать Если я вижу, что она движется Она может на самом деле выплыть А такое бывает Не часто прям так случается Но да, реально такое бывает Если она выплывает, оказывается в более верхнем слое Да, я тогда кидаю Такие вот палки опускать можно на жигалок С открытыми крючками Это остатки то ли сосен, то ли елок Диаметры разные Там 10, 15, 20, 30 сантиметров Такой вот лес просто затопленный Вот среди этих палок Джиг-головка более-менее легко проходит нормально И то, в принципе, но классика Я не бросаю в рыбу, которая ниже находится Которая только выше в верхних этих кронах Но вот если сейчас крутим-крутим-крутим направо Вот если вот такое дерево Вот такое дерево Вот здесь застрянет Ну, все открытое здесь застрянет Сюда только овсет Либо с силиконом, либо с поролоном Либо пороломка с прижатыми крючками То есть, если видим какое-то раскидистое Такое разлапистое дерево Конечно, джиг-головку в его район кидать не надо Вот это уже более плотные столбики Здесь вероятность того, что засядет джиг-головка достаточно высока А вот такие, вот идеальный пример Вот такие разряженные столбики Можно спокойно просто вести вот здесь вот Вот здесь вот И зацепов будет крайне мало То есть, если по такому разряженному лесу Целый день водить Две-три-пять приманок оторваешь И это немного с учетом того, что ты ловишь нифига себе в лесу Вытащил Уже вытащил Прикольно было Тихо-тихо-тихо-тихо Очень высокие деревья И очень непростые деревья Ладно, вытащу рыбу Потом покажу деревья Не доходит до поверхности Там некоторые 2-2,5 метра Вот, а общая фоновая глубина 9 Поэтому надо было прям быстро, оперативно поднимать Но нормально справился Ничего, открытый крючочек Тем не менее Обратно в кусты не пустить Ну, поэтому и снасть мощная достаточно Палка до 75 По-моему, до 75 межходовой Да, 75 точно Плетенка 2,5 Ну, можно мульт Можно мясорубку использовать Нет, это не принципиально Кому как больше нравится Главное Суметь вытащить рыбу Да, понятно Рыба не крупная Там килограмма 2,5 Ну, под треху типа Ну, 2,5, наверное Но все равно Даже она вон летом Какая бойкая И поначалу вообще Очень задорно Сопротивляется Поэтому Нырнуть в коряги Может просто элементарно Главное Сдержать этот первый рывок Ну, 2,5 2,700 Что-то около того Как она его умяла Оп Оп Аккуратненько Натуралочка Ну, я не заметил здесь разницу Что-то работают И яркие, и натуральные Такая водичка средняя Прозорок, наверное, метр Примерно метр, да Давай Получается Вот, например Крупный висящий объект Это рыба Ну, такая 2-3 килограмма Скорее всего Скорее всего А вот некоторые деревья У нас фоновая глубина 9 Некоторые деревья Доходят Не доходят до поверхности Ну, где-то 2,5 То есть, периодически Где-то между этих веток Можно проваливать Потом опять выше Подтаскиваешь Потом опять выше Подтаскиваешь И, соответственно Рыбу ловишь только ту Которая плавает Ну, более-менее Вот в этой В какой-то вот зоне Выше Выше половины экрана Внизу ловить тоже можно Но там Там другое направление Там поролонки С прижатыми крючками Классический джиг по дну Силикон на овсете И, как в старые добрые времена Вот там вот Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам В нижний слой Опускать можно на овсетники Что-нибудь такое вот на овсетники Вот поролонку на овсетники Либо силикон на овсетники Но реализация у него хуже И клюет на него хуже Ну, то есть Приманка максимально полно раскрывается Все-таки, когда она одета на джиг головку Поклевок больше, да, с джиг головкой И, ну, чтобы и рыбу не погубить, да Потому что, ну, больше шансов Что она у тебя где-то там внизу клюнет Там большое нагромождение коряк Плюс вот эти вот столбы стоят Гораздо больше шансов, что она куда-то дернется Где-то что-то запутает И, короче, вы потеряете и приманку И рыбу, и, возможно, рыба вообще сдохнет после этого Поэтому не пропагандирую такую историю И мне вот показалось Именно так я и ловил Я кидал только по верхней части И никаких проблем не было Кстати, я ни одной рыбы вообще не потерял Не оборвала, не срезала Не завела ни в какие коряги Каждое вываживание было четкое Ну, наверное, так повезло То есть могло сложиться по-другому Все-таки один-два эпизода могли произойти Несмотря даже на мое силовое вываживание Но, тем не менее Ну, вот, честно говорю Так не произошло Поэтому ловим в верхнем горизонте Из низа ждем, может быть, она выйдет кверху Используем приманки Либо на джиголовке Либо на джиголовке Либо на джиголовке Коряжник может быть на глубине 2-3 метра, полтора метра И даже 0,5 Но, как правило, крупной рыбе нравится На большой глубине коряжники Это глубины 6, 7, 8, 9, 10 метров Все зависит, конечно, от уровня затопления Вашего водохранилища Но, как правило, 6, 7, 8 метров Это уже классный коряжник В том числе для крупной рыбы И по глубине на 15 метрах Крайне редко он встречается Если он только откуда-то сполз Это часть берега Либо это какой-то завал Завал бревен Кто-то что-то потерял Во время сплава леса А так, в принципе, все эти леса Находятся на поливах Вокруг русла Блин, по поведению щуку Два раза атаковала Да, точно Узнал тебя Ну, вытащил из корча И все нормально Конечно, она попробует еще раз Куда-нибудь туда нырнуть Уже летняя, активная Красиво было Подкинул приманку Приманка подходит Она атаковала Ну, без стройников ловлю, понятное дело Иначе среди коряг не провести просто Вот, она атаковала Я подсек Пустота Ну, видно, куда-то либо в грузик Либо в хвостик Либо как-то просто боднуло И я такой Черт, блин И она разворачивается Опять начинает сближаться Я ускоряю, ускоряю, ускоряю И вот заела Две поклевки на одной проводке У щуки такое бывает Ну, у судака тоже такое бывает Но у щуки такое бывает чаще Приятный размер Тихо-тихо-тихо Говорю Летнюю не угомонить Никак не угомонить Будет брызгаться В лодку прыгать Да? Надо дождаться Пока она отхлопает Жаберными крышками Можно пихнуть руку Куда-нибудь не туда Пока она будет В более-менее Спокойном состоянии Я обычно Беру захолку Вот так вот Раз И все Быстро Эффективно Ну, под пятерку Наверное рыба Параложка 20 сантиметров Рыба Под пятерку Ну, около пяти Поехала Так, что она у нас тут натворила Одно на другое натянуло Да? А, нет Закрутило просто Ну, нормально Выглядело Все страшно На самом деле Делов-то ерунда Расправить поводок Сильно на него давить не надо А то будет Ну, как бы он слишком Выгибаться в обратную сторону Чуть-чуть поднадавили И все Все А пролоночка вообще в идеале Есть рыбалка с паноптиксом Есть рыбалка без паноптикса Я расскажу, как было раньше Как мы ловили 10 лет назад Мы тоже ловили по затопленному лесу С паноптиксом все Ну, наверное, очевидно Для многих, да? Ты видишь рыбу, она может стоять Это самая простая мишень Тебе только более-менее надо Как-то остановить лодку И попытаться в нее попасть Движущаяся рыба гораздо более сложная Если она медленно движется Надо попытаться как-то на упреждение Ей кинуть Если она быстро движется Но это задача со звездочкой Это гораздо-гораздо сложнее Хотя можно попробовать тоже Попытаться ей кинуть вслед Догнать Кинуть на опережение Ну, тоже это работает Поэтому В этом случае Мне больше всего понравились Варианты на джиголовке Я, кстати, очень много Фанкишет использовал Много использовал Наши поролонки Это поролонки, соответственно АПС Которые, ну, на джиголовку Одеваются Это слаг Вот эта вот форма слаг, да? А есть у нас еще форма Форма джигхэт Она вот отличается тем Что здесь хвостик Это 25 сантиметров Самая большая Здесь хвостик А здесь, соответственно Ну, слаг Вот Но самый популярный Размер был вот этот Ну, лучше всего на него клевало И рыба килограммовая И рыба там 5-6 килограмм Короче, 20 сантиметров И фанкишет в размере 6,9 Насколько я помню Это вот в этой рыбалке Были две самые ударные Такие приманки Еще бы хорошо работала Гека, я уверен 6,9 Но просто Она чуть медленнее погружается С тем же грузиком Ее надо больше утяжелять Если ты ловишь пелагическую рыбу И кидаешь по прибору То у тебя приманка номер один Либо классический слаг Такой вот силиконовый слаг, да? Либо какие-то прогонистые формы Которые тоже достаточно быстро погружаются И не имеют большого Сильно большого сопротивления пятки Либо поролонки Они тоже быстро погружаются Я бы вот такие три основные приманки выделил Нормальная рыбка Четверка Стоял наверху Было брать просто Наверху коряжника Поэтому подкинул Пошевелил ему перед мордой Он подошел Посмотрел И хлопнул Классный На закате Красавчик А может и четыре с половиной Кстати Не сорвется он у меня О, поролонка здоровая Двадцать пять сантиметров Красная Хотя почему-то многие красные не любят Да? Подавай зеленый Черный Синий Хотя на самом деле И на красный И на белый Тоже клюет Не, не четыре с половиной Четверка О, нормальная рыбина Прикольная Красивая Давай, пока Зверюга Если мы ловим без паноптикса То обращаемся к старым добрым временам Как мы делали раньше Например, с Андреем Живиным Мы так ловили на рыбинке Есть какой-то коряжник Мы предполагаем, что там есть рыба Надо обловить этот коряжник Мы облавливали его обычным квадратно-гнездовым способом Использовали для этого кренки И, допустим, коряжник На глубине 8 метров Или на глубине 6 метров Чаще всего на рыбинке Он на таких глубинах встречался И возвышается До поверхности Не достает 4 метра 4,5 3 метра И вот смотрим Примерно, где самые-самые верхушки Вот эти торчки Которые отдельно Прям такие возвышаются Примерно, как правило Там 3 метра до поверхности То есть у нас кренк Для своей безопасности Хотя мы кренк тоже цепляли У нас был с собой отцеп Мы его отцепляли Ну, пытались всегда спасать А не обрывать Поэтому подбираем Заглубление кренка По максимальным этим верхушкам То есть, если у нас 3 метра гарантированно чистой воды То вот тот же Evergreen Combat Crank 320 Очень хорошо работал Мы, кстати, тогда чаще всего И использовали Либо Combat 320 Либо Combat 400 Соответственно, 320 У него 3,2 заглубления 400 У него 4 метра заглубления И чешешь квадратно-гнездовым способом Кинул в том направлении В том направлении Самые ударные Это все равно были Какие-то края коряжника Уголочки коряжника Где он заканчивался Обычным экспериментальным путем Узнавали, где рыба Там покидали Тут покидали Там покидали Где было больше всего поклевок Выделили какую-то зону Потом приплыли В этой зоне ловили Классически, простите У меня поклевки Поклевки не в кадре Ну, не все, по крайней мере Ничего, судак Че-то такой судак Четыре С копейками Может пять Пароломочку зажевал Пятерка Пятерка О, оно у него где Пароломочка Подкидываем немножко И погнал шикарный за второй способ который без паноптикса который я использую по сей день тогда он тоже эффективно работал это вариации пороломки с прижатыми крючками вот я здесь тоже так ловил тоже наш поролом кпс прижатыми крючками ну груза разные можно проводник использовать можно еще барашку про просто топим в коряге топим в коряге вот такой монтаж топим в коряге в монтаж на овсети можно пороломку на овсети использовать можно силиконовую приманку на овсети использовать короче все варианты не зацепляя используем достаточно толстую плетенку там ну два два с половиной с большой разрывной нагрузкой тут еще чем важна такая толстая плетенка постоянные контакты с корягой некоторые коряги обросшие ракушкой некоторые не обросшие ракушкой и контакт плетенки с безусловно с этими препятствиями он не продлевает жизнь плетенки то есть он ее постоянно подсекает еще чуть подсек еще Чуть подсек, ещё чуть подсек И нам не сколько нужна Эта высокая разрывная нагрузка Условно в 10 килограмм Сколько нам надо, чтобы после этих засечек Она сохранила Приличную разрывную нагрузку То есть мы берём изначально Более толстую, с учётом того, что Она у нас немножко будет сечься Потом ещё немножко сечься, потом ещё немножко сесться И в итоге будет держать Там 5, 6, 7, условно 8 И вот этой разрывной нагрузки нам будет достаточно То есть изначально нам бы и хватило Плетенки полторашки, но плетенка полторашка Какая посечется, она будет держать 3 килограмма И этого уже может не хватить При супер силовом вываживании А силовое вываживание очень нужно в корягах Потому что самое главное, что может быть После поклевки, это отодрать рыбу Вывести ее из Зоны, где присутствуют эти коряги И минимизировать шансы Того, что там она куда-то нырнет, уйдет Завернет за какой-то пенек Да, она может сойти при таком силовом вываживании Да, она если зацепилась На тоненького, за краешек Мы форсируем, увеличиваем нагрузку И просто может эта пленочка порваться Ну, сойдет рыба, но ничего страшного не произойдет Гораздо хуже, если она заведет Вы оторвете приманку, неизвестно, что с этой рыбой Еще будет, которая запуталась в корягах То есть, это гораздо более фатальная ситуация Чем просто у вас очередная Там сошедшая рыба, но ничего страшного Клюнет другая Все, из коряги вытащил Да, щучка Четверка, пятерка Тоже главное, сильно обратно не отдавать Сильно прямо уж фрикцион не отпускать Потому что некоторые коряги доходят до поверхности Там 4 метра Не доходят 4 метра до поверхности Но это схватило здоровую пролошу 25 сантиметров Джек-хед, которая рыбка На джек-головке Бойкая летняя Фу, блин Спасибо Да, но летняя щука Порой вообще не успокоить Свечка за свечкой Ну 4,5 Я думаю Щука обыкновенная Щука коряжная Груз 30 грамм У меня Проломка 25 сантиметров Для такой рыбы Абсолютно нормальный размер приманки Цепили Не брызгаться Больше всего, безусловно, изнашивается тот кончик Ну, тот конец плетенки, который привязан к приманке Вот Поэтому 40 сантиметров поводок Он еще отчасти Оберегает эту нашу 40 сантиметровую плетенку Да, он ее заменяет И как бы струне пофигу Ей, что ракушки, что коряги Она разрывную не теряет Поэтому В корягах, в лютых Я периодически даже 2 струны по 40 ставил Но, в принципе Последнее время Чаще всего Ну, чаще всего я ловлю с паноптиксом Поэтому я ставлю одну струну по 40 Да Если бы я ловил джигом И опускал бы туда глубоко-глубоко То вариант 2 струны паровозом по 40 друг за другом Он тоже имеет право на жизнь Но, повторюсь, раньше Я именно так и делал Поэтому Без паноптикса Ловим по корягам Используем оффсетники Пороломки с прижатыми крючками Это суперрезультативная схема Так можно облавливать И деревья, которые лежат на дне И деревья, которые стоящие И вот эти вот Кипарисы Назовем их так То есть Все варианты коряжника Все варианты Каких-то зацепистых мест Это Ну, используем не зацепляйки Иначе Любой вариант с открытым крючком Первые же касания Кроме джиголовки Первые же касания За эти коряги И, как правило, это Это фатал Это обрыв Мне кажется, я нашел Неопознанный летающий объект Он же, да? Ну, сто процентов Ну, только он не летает Уже просто лежит Валяется Не, ну, сто пудово он Ну, второго варианта Быть не может Сейчас еще судачка С него, может быть, поймать удастся Да, и чтобы вы понимали Его диаметр Ну, вот Десять-двадцать Ну, где-то девять метров, наверное Девятиметровая Такая плюшка Ну, судак В верхушке коряги Плавал Размер такой Два-два с половиной Три Ну, хороший судак В глубину кустов Стараюсь не опускать Потому что часто Приводит к зацепу А вот Рыба, которая в верхушках Ну, более-менее нормально Подкидываешь Если точно попадаешь И не зацепил За какие-то кусты рядом То шансов много Что ты и подсечешь нормально И вытащишь его оттуда Ну, да Такой Два с чем-то Давай Вот Именно поэтому Именно поэтому Я не использовал Стингеры Варианты с двумя тройниками Варианты вообще с тройниками Потому что Ну, тройники выступают За габариты приманки Да Если мы даже проходим столб Если мы проходим столб И мы просто коснулись Вот так вот боком приманкой То Весьма вероятно Что тройник всадится в дерево На джиголовке Соответственно Это не происходит Потому что у него Крючок кверху ориентирован И вот стоит наш столб Да Вот, например Стоит наш столб И вот мы идем на него Идем на него Ударились И вот так вот пролетаем И есть шанс Что крюк не зацепится То есть Есть шанс Что он пролетит Именно вот так вот Да, бывает Он наклоняется Да, вот в эту сторону Наклоняется И входит в дерево Но тогда Ну, как бы Способ обойти с другой стороны Попытаться отцепить Ну, либо оборвать Да, такое бывает Сколько я оборвал Вариантов Джиг-головок Ну, вот И на поролонку ловил И на силиконку ловил Сколько я вариантов Оборвал Сколько монтажей Я оборвал За один день рыбалки Ну, примерно 10 часов ловишь Я за это время Отрывал Ну, в среднем Наверное От двух до четырех Приманок То есть Считаю, что При ловле В затопленном лесу Это вообще Небольшое количество Очень Небольшое количество Тебе иногда кажется Что Ну, я с многими рыбаками Общаюсь И У большинства мнения Да ладно, Андрюх Ты что там Там лес Куда ты там Ну, там вообще Невозможно Там лес Ну, посмотри Он из воды торчит Там Ну, там все Оборвешь Там я всю коробку Оставлю Но на самом деле Там живет рыба И рыбе коряжник нравится Она живет в разных местах Но коряжник Это ее одно Из самых излюбленных мест И На озерах И на других водоемах С стоящей водой И на водохранилищах И на зонах этих водохранилищах Где тоже есть стоячая вода Много где В том числе и на Волге Есть подобные коряжники И рыбы их любят И если вы Каким-то образом Приспособитесь там ловить То Если на других точках У вас не клюет И если много в других местах Скопления рыбаков И вам уже Негде присунуться Ну, например Как в Саратове Да Не секрет То, что там На городских Всяких корягах Хороших точках По судаку Ну, там просто Карусель из лодок Там и днем-то не встать А вечером При всплеске Активизации судака И при ночной ловле Настолько популярна рыбалка Что Ну, на некоторые места Ты просто никогда не встанешь Там меняется Лодка за лодкой И В этих случаях Приходится ловить В каких-то более сложных местах Одно из таких Вот более сложных мест Это как раз-таки Затопленный лес Мало кто там ловит И Могу сказать Что это эффективно С одной стороны Да Поначалу может показаться Это странно Ну, не то чтобы Невероятно Нет Но это странно Это неразумно Много будешь отрывать А на самом деле Попробовав раз Ты понимаешь Что отрывать Ты много не будешь При соблюдении Определенных правил Отрывать Ты точно Много не будешь Стоял поверх коряжек Вот Буквально В метре От края коряг Поэтому проводка Была безопасная Аккуратненько Ему подкинул Он заинтересовался Классический Прошелся И хлопнул Мой фанки Шет Шесть и девять Вот Ну Обычный Размер Такой Полтораха Чуть-чуть Откинешь его От катера Он и уходит Быстро И На тебя Брызги не летят Особенно Когда сейчас Пять утра Очень не хочется Быть в брызгах Солнце Встало Уже Час назад Наверное Если мы ловим в этом коряжнике На поролонке С прижатыми крючками С силиконом На все эти Всякими Незацепляйками Мы используем Обычную ступенчатую проводку Мы ловим около дна Да Нас в этом случае Как правило В корягах Будут интересовать Еще Совокупность И рельеф И коряги Это какой-то уголок Какая-то Коска Закоряженная Какой-то Пупок Закоряженный Вот в этом месте Рыба Часто и по дну Концентрируется И в средних слоях воды Если мы говорим Про абсолютно ровное поле Вот просто ровное Как условно Стиральная доска И на ней Находится коряжник Там по дну рыбы Тоже располагается Но там уже Только квадратным Гнездовым способом То есть Нашли Как правило Самое плотное скопление Не знаю Почему-то рыбе Более плотный коряжник нравится Ну вот По крайней мере По моим наблюдениям Нашли более плотное скопление И прям в это Более плотное скопление Паролонку Силиконку Закидываем И там Раз-два-три Пауза Раз-два-три Бывает так Что какая-то коряга Там под углом Но так вот Наша приманка падает Приманка пролетает вниз Леска ложится на корягу И мы чувствуем Что как бы Леска легла на корягу Вот в этой ситуации Не надо ждать Потому что Даже если произойдет поклевка Высокий шанс Что будет обрыв Рыба там запутается То есть Я когда чувствую Что я падаю На следующую корягу Я просто не жду падения до дна Я просто проматываю До свободы То есть Проматываю До того момента Как я коснулся столба Оттуда вытащил И уже по чистому лечу Это правило И лететь Падать вниз Всегда по чистому То максимальные шансы Того что Когда рыба клюнет Мы ее безболезненно вытащим Поэтому Рельеф Поглядывать на рельеф Это места концентрации Если рельефа нет Нет пупков Нет коз Нет каких-то оврагов То Только квадратным гнездовым способом Чесать все вокруг Бывает по структурнику Видно Где-то там Большее скопление Какой-то бели в коряжках Еще что-то Какая-то суета Там наводится Вот в эту суету Тоже можно закинуть А так Обращаем внимание на рельеф Обращаем внимание на плотность коряжника В более плотном Как правило Больше рыбы И обращаем внимание на бель Если не можем мы использовать Паноптик Если у вас нет Паноптикса То по косвенным факторам Тоже можно вычислить Отличные места Для ловли в коряжнике Я все их перечислил Повторюсь Что еще надо Внимание обращать на бель Да Рядом с белью Часто тусуется хищник И ему Пофигу Где тусоваться Рядом с белью Он и на чистых местах И по чистым оврагам И по закоряженным оврагам И по затопленному лесу Который будет стоять На абсолютно ровном дне И просто будет затопленный лес И вот он с этой белью Будет тусоваться Поэтому если увидели бель в корягах Берем что-то не зацепляющееся И кидаем Прям не боимся Кидаем в эти коряги Ну и закономерный вопрос Наверное Как найти такой лес Вариантов на самом деле два Тупо Либо холотом Либо глазами Да Вот Не знаю Опять же В камеру будет не видно Вон коряжка торчит Вот коряжка торчит И где-то Где-то И вот метров Пятьсот Шестьсот От меня тоже коряжка торчит В принципе Это говорит о том Что скорее всего Под водой Какое-то количество коряг тоже Вот Поэтому Можно визуально Можно и холотом Вот Ахолотом Наверное подольше Потому что приходится Покрывать большую площадь Но тогда Ты найдешь более уникальный коряжник Тот коряжник Который торчит на поверхность Но он Он известен всем Это Ну Это понятно Где-то Где-то Тяжеленький Ого Хорош Хорош Шесть Наверное На глаз Так Добро пожаловать на фотосессию И быстренько домой Отличная рыба Пятак точно Может под шесть Ну и безусловно Всех зазываю в телегу Очень настоятельно Прошу переносить Все общение Все вопросы туда Потому что в ютубе Ну не так все это удобно Это постоянно печатать Связь пропадает Потом эти сообщения пропадают Телега Она просто великолепна Когда вы можете печатать А я голосовыми сообщениями отвечаю Это для нас Поверьте Самый удобный формат Потому что Вы получаете максимально развернутый ответ А я трачу минимум времени И успеваю вообще всем ответить Так что Приглашаю Пока еще нас Там не так много Там чуть более 20 тысяч Пока еще всем успеваю ответить Поэтому Как всегда Классически Ссылка будет в описании Либо так в телеге и набирайте Канал называется Андрей Петерцов Отлично 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 20-ка поролонка Которая не джекхэт А которая слаг Раздвоенный хвостик Так Пооткидываем И он быстренько уходит Давай Шикарно Безусловно Снасть должна быть Более мощная Я ловил Ну вот Обычно Ну необычно Не знаю Я там люблю палки для пелагики Там 50-60 грамм Если грузики легенькие Там 10-20 грамм Я в принципе Не перебарщиваю Я использую Там 50-60 грамм Здесь я ловил палкой До 75 Это Ну вот Та моя именная серия Вместе с парнями из МИД Это Хедвей Вот Зетрикс Хедвей Я думаю Что к моменту Когда выйдет ролик Он уже будет в продаже Вот он сейчас Вот буквально на подходе Эту модель Мы кстати сделали Специально для пелагики Как и многие палки Многие палки в хедвее Сделаны для пелагики Особенно те Которые с мультипликаторной катушкой Подразумевает использование Как раз таки Эту палку До 75 грамм Мы делали специально для пелагики Можно было брать И более мощную Можно было брать До 80 До 90 Но Я ловил до 75 В целом Я не комплексовал Мне было достаточно Мои самые популярные груза Это были 10 15 20 грамм Поэтому я выбрал Максимально легкую И повторюсь Ни одной рыбы не упустил Катушка 13 фишинг Концепт ТХ2 Повторяю Наверное в каждом ролике И в каждом посте Что чем она меня подкупила Просто опять же будете спрашивать Очень легкая То ли 180 грамм То ли 190 Что-то такое Но с ней комплект Получается Ну вообще Просто бабочка То есть Офигенно приятно С ней ловить Плетенка 2,5 Именно по той причине Что контакты с корягами Засечь Не знаю Будет видно Не будет видно Вот смотрите Ворс Ворсик появился Видите Ворсик Это вот как раз таки Те засечки Которые появляются И была бы более тонкая Она бы может быть Порвалась А более толстая Она все держит Держит и держит Да периодически В ловле в корягах Ее надо подрезать И нужно обращать На это внимание То есть У вас Раз контакт Два контакт Десять контакт Двадцать контакт Ну окей Там время обеденное Вы там посмотрели Ну ладно Засечек нет Но не все из них Могут быть кстати видны Но подрезали Там буквально Пять метров плетенки Да Как бы с одной стороны Жалко подрезать А с другой стороны Ну вот Ну такие обстоятельства Приловлю в корягах Либо ты их принимаешь Либо лучше не ловить В корягах Поэтому более толстая плетенка В моем случае Это два с половиной Ну а собственно Про приманки Я наверное вам Весь ролик рассказывал Какие приманки я использую Почему использовал мульт А не мясорубку На самом деле Я использую и мульт И мясорубку Просто наверное Большую часть ролика Я снял все таки с мультом Да Наверное Подавляющее большинство Ну вот Последнюю рыбу Поймал например На мясорубку Вот у меня Дайва 4000 размера Орса нера До 56 грамм И опять же Паралоночка Вон такая вся Погрызанная Поддолбанная Видно Погрызанную Поддолбанную Паралоночку Вот Поэтому тут кому Как больше нравится Я на самом деле Люблю чередовать Я и мясорубкой Люблю ловить И мультом Люблю ловить И поэтому Не воспринимайте Это как ту истину На которую прям Стоит равняться Если я весь ролик Использовал мульт Мне просто В этой ситуации Хотелось половить На мульт Не более того Мясорубкой Можно ловить Абсолютно Так же эффективно Абсолютно Я в этом уверен Ну собственно Я и чередую И не комплексую По этому поводу Вообще Всем пока Увидимся на водоемах Или в следующем ролике Увидимся Давайте Хорошей рыбалки Всем Субтитры сделал DimaTorzok